друзья всем привет с вами яков и сегодня у нас такой около diablo ролик ну и речь у нас сегодня пойдет о книге адрии я ее прочитал ну и решил по ней сделать обзор мало ли эта информация кому-то пригодится для того чтобы сделать для себя какой-то вывод покупать ее в свою коллекцию или нет читать или нет ну что ж для начала давайте определимся с целевой аудиторией эта книга была создана компанией blizzard entertainment она решила расширять свою вселенную уже не только в двоичном коде но решила в который раз отправить diablo в типографию это как никак не первая книга и существует уже не маленькое количество и кстати что касается книги это не совсем полноценная книга это полноценный арт-бук то есть не просто текст черным по белому без иллюстрации без каких-либо схем нет тут прям таки полноценный дневник ведьмы все понятно все разборчиво все на русском кстати что касается на русском издателям этой книги является группа а исти ну и благодаря ним мы теперь эту книгу можем читать на русском языке за это им отдельное спасибо как и личное спасибо от меня за содействие при записании данного видео так вот у нас имеется уже скажем так две книги от положительных героев это от каина а также тиреля если что обзор на эти книги я уже делал на своем канале так что если интересно можете их посмотреть а теперь появилась книга от отрицательного персонажа и это адрия напоминаю что полное название у данной книги это книга адрии энциклопедия фантастических существ давайте так назовем бестиарий энциклопедия значит какая-то информационная сводка но это необычная сводка мол монстр такой умеет кто-то монстр такой умеет кто-то нет это полноценная книга тут идет полноценное повествование и одея здесь рассказывает как вообще она стала на темный путь она понимает что она становится преданной темному лорду и готова служить только ему и жить лишь ради него также как мы знаем по игре diablo 3 у нее появляется дочка ну и по словам адрии это не ее дочка она просто ее родила то есть по сути является суррогатой матерью она дочь именно его властелина ужаса самого великого дьявол ну и на протяжении всей своей жизни она искала существ каких-то монстров каких-то тварей которые помогли бы ей то есть адрии стать сильнее чтобы ее чары и и колдовство стал тоже сильнее могущественнее она их изучала и всю информацию она помещала свой дневник свою книгу и вот таким вот образом тут идет повествование то есть она допустим знакомиться с ритуалом для того чтобы пленить одного персонажа одного из представителей зол младших или великих не столь важно и вот она описывает один ритуал и показывает какие твари нужны для этого ритуала некоторые из вас могу сказать что подобное описание различных тварей было уже и в других книгах в других артбуках как в книге тиреля так и в книге каина да дорогие друзья все верно также я вам дам еще небольшую подсказку в самой игре дьявол 3 тоже есть такой бестиарий но когда вызываете соответствующее меню там есть полный перечень как обычных людей существующих в лоре так и различных тварей и вы можете любую живность найти и о ней прочитать как принципе и послушать вот давайте послушаем допустим небольшой отрывок о таком создании как ком самый крупный из приближенных азмодана у него по меньшей мере четыре рта несмотря на то что главнейшее оружие кома это его зверский аппетит его слизь и другие испражнения представляют не меньшую опасность последний раз владыка чревоугодия проглотил в бою полдюжины ангелов вместе с копьями ну а в книге адри написанное следующее о этом владыке чревоугодия неприятный запах и ядовитая желчь неистощимые многочисленные устали кома они способны отравить даже демонов но подобное пренебрежение владыке чревоугодие абсолютно безразлично он заботится лишь о том чтобы получить новую порцию еды и будет пожирать все на своем пути пытаясь заполучить ее ангелы демоны не имеет никакого значения они лишь очередной шанс съесть столько что становится больно и это боль и чувство вины от греха чревоугодия доставляет кому наслаждение это вот такая небольшая выдержка из книги адри но что касается этих животных этих тварей их в этой книге не маленькое количество также как я сказал немножко ранее здесь описаны все ритуалы пленения различных зол книга написана вполне нормальным текстом понимаемым во всяком случае фанатами дьявол вселенной читается легко а самое главное приятно потому что она еще и оформлена просто на 5 баллов 5 из 5 так что для кого она предназначена безусловно для фанатов дьявол вселенной это безусловно касается не тех фанатов которые бегают великие порталы за великим порталом за великим порталом не понимая кого не убивают зачем они убивают это немного иной тип фанатов а книга создана именно для тех фанатов кому интересен лор посидеть расслабиться почитать ну и если вы себя относите к второму типу фанатов то я вам ее рекомендую где ее найти как ее купить я думаю этот вопрос наверно излишней в абсолютно любом городе есть книжные магазины эти книги дорогие друзья там имеются если что эту книгу вы можете купить прямо непосредственно у издателя аист у издательства аисте имеется свой сайт ну и ссылку на этот сайт и непосредственно на книгу адрии я помещу в описании под видео так что если она вам интересно то любым способом можете ее приобрести тут сами понимаете выбор за вами ну и на этом дорогие друзья я свою рецензию небольшой обзор по книге адрии буду заканчивать что вы думаете о этой книге еще не читая а исходя из данного обзора пишите в комментариях под видео а я с вами прощаюсь благодарю за внимание за просмотр ну и читайте только интересные книги друзья если вам нравятся ролики на этом канале комментируйте советуйте друзьям ставьте лайки подписывайтесь на мой канал на ютубе вступайте в группу вконтакте я же для вас буду подготавливать все новые новые интересные видео желаю всем удачного фарма с вами был яков пока